Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые недруги. В эфире программа «Маразм крепчает», хотя сегодня наша программа выйдет с несколько измененным названием и будет называться «Маразм зашкаливает». Сразу же попрошу прощения у зрителей, у публики за то, что речь опять пойдет о губернаторе Калужской области Анатолии Артамонове. Честно говоря, мне это уже и самому поднадоело, однако придется еще немного потерпеть. Ну, 18 лет терпели, господи, прости, потерпим еще немножко. Конечно, глупости и дурости у нас много повсюду, но в данном случае мы имеем просто образец для подражания в этой части. 29 марта губернатор не пожалел ни своего, ни своих подчиненных, ни предпринимательского субботнего времени для того, чтобы объявить участникам собранного по требованию предпринимателей совещания следующее. «Я беру этих людей, имеются в виду предпринимателей белорусского рынка, под свою защиту. Они должны спокойно работать на центральном рынке до тех пор, пока в городе не построят новый», – заявил губернатор. «И чтобы никто не вздумал брать с них поборы», – пригрозил он собравшимся. Напомню, что это заявление прозвучало за два дня до начала назначенного предпринимателями на понедельник 31 марта митинга в свою защиту, который планировалось провести в городе Москве. Судя по всему, расчет губернатора был на то, что его обещание защитить белорусов заставит тех отказаться от участия в протестной акции. До этого проблема белорусского рынка не решалась почти два года, и поэтому предприниматели не поверили губернатору, что, естественно, и на митинг все-таки поехали. «Моразм в том, что обиженный губернатор отказался от роли адвоката белорусов, не прозащитив их полутора дней. Они, – заявил он на брифинге с журналистами 31 марта, – сегодня поехали в Москву на Пушкинскую площадь митинговать за отставку губернатора», – так в третьем лице о себе обычно говорит Анатолий Дмитриевич. «Я скажу, – далее продолжил губернатор, – извините, вы сами это решение дезавуировали, но имеется в виду его решение защищать белорусов. Теперь их оттуда, – это имеется в виду белорусский рынок, – приставы выбросят, и все. Я уже, – дальше продолжил губернатор, – я уже умываю руки». Вот так. Понтий Пилат отдыхает. Между тем, митинг в Москве прошел по плану. Предпринимателям не смогли помешать ни остановке автобусов сотрудниками Балабановской ДПС по пути в столицу, ни даже полсотни провокаторов с плакатами, выступающих в защиту обиженного губернатора уже на самом митинге. «Артамонов наш губернатор, мы за развитие под руководством Артамонова», – нестройно скандировали молодые люди, старательно закрывавшие лица плакатами и капюшонами. Руководили их действиями несколько человек, опознанных организаторами митинга, как группа поддержки Евгения Бровкина, директора Калужского боксерского клуба «Полёт» и по совместительству главного обвиняемого по делу о погроме на белорусском рынке в 2012 году. Кстати, сам Евгений Бровкин был тут же задержан сотрудниками московской полиции за нарушение общественного порядка и припровожден в автобус ОМОНа, стоявший неподалеку. Здесь маразм уж точно зашкаливает. Во-первых, Евгений Бровкин находится в данный момент под подпиской о невыезде и в Москву прибыл в нарушение решения суда об избрании ему меры пресечения. Во-вторых, не выполнил он и решения суда о примерном поведении, приняв участие в несанкционированных мероприятиях по срыву санкционированного митинга. Ну и в-третьих, полным маразмом выглядит ситуация, когда Бровкин сначала громит белорусский рынок, потом губернатор обещает защитить предпринимателя этого рынка, потом отказывается от их защиты, а его самого губернатора едет защищать в Москву Евгений Бровкин, находящийся под следствием именно из-за организованного им погрома на белорусском рынке. Ну и последнее на сегодня. Город Малорославец зарастает мусором. Его некуда вывозить, в смысле мусор, поскольку свалка Верденева закрыта по решению суда. Она переполнена в шесть раз. Губернатор Артамонов увязал мусорный коллапс в Малорославецком районе и в городе Малорославце с происками неназванных им людей и нежеланием жителей Дечина строить мусороперерабатывающие предприятия на территории поселка. Один из жителей Обнинска, три жителя Калуги, заявил губернатор на одном из своих выступлений. Приехали в этот поселок, поставили на уши все население, ввели в заблуждение путем вранья полного. И жители поселка Дечина, естественно, восстали, заявил губернатор. Хотя этот вопрос, считает Артамонов, вообще их не касался. Сегодня ситуация зашла в тупик, констатирует Анатолий Дмитриевич. Моразм даже не в том, что на самом деле вопрос касается не только детчинцев, но и жителей нескольких городов и районов области. И даже Московской области, которая, по слухам, намеревалась возить мусор на детчинскую свалку. Или, как ее называют официальные лица, мусороперерабатывающий завод. А в том дело, что даже если бы не названные губернатором 4 человека не существовали вовсе, завод смог бы приступить к переработке мусора не ранее 2016 года. А мусор некуда вывозить уже сегодня. Так что попытка перессорить малорославчан с детчинцами, оставив первых под грудами их же собственного мусора, попахивает, как бы это помягче сказать, экскрементами. Ну, если не экстремизмом. В эфире была программа «Маразм крепчает» в новой версии «Маразм зашкаливает» с Виталием Черником и Дмитрием Мартышенко. Всего доброго, до свидания.